Сегодня для прохождения плановых сборов военнообвязанных в Минск накированы 200 человек с Гомельской области. Это же Хары Светлогорского и Октябрьского районов. Сборы будут проходить на базе Академии Министерства обороны. Кульминацией боевой и территичной подрыхтовки станет в делу по Раде, который отбудется 3-го липня в Минске. Дмитрий Котов с подробностями. Регистрация, выдача амуниции, а после шакания Гульного Схода. Военнообвязанные прибывают для проходжения плановых учебных сборов. Все летняя особливость у месяца их проведения. Не на территории региона, как обычно, а на базе Академии Министерства обороны. На Кирову ли только ты, кто поспехово прошел медицинскую комиссию, а значит, нема проблем со здоровьем. Сирот военнообвязанных только же Хары Светлогорского и Октябрьского районов. По итогам учебного года по Гомельской области, Светлогорский район и Октябрьский, потому что здесь объединенный военный комиссариат, стал лучшим в области. Поэтому, когда стал вопрос, согласно решению областполкома, у нас плановые сборы военнообязанных, было принято решение сформировать команду в количестве двухсот человек. Нам выпала такая честь представлять Гомельскую область. Не Светлогорский район, а Гомельскую область. На сборы накировали як родовы, так и офицерский состав. Яуген Кишкин – майор запаса. За 20 годов пройшел шлях от милиционера патрульно-постовой службы до начальника криминально-выконавшей инспекции. На пенсию вышел 4 годы тому. Зараз отримал махчимость не просто узгадать минулые боевые будни, а стать удельником головного парада краины. Думки перед этой подъей самые позитивные. В Светлогорску выпала честь, потому что не каждому району удается пройти на параде. Людям, которые в свое время служили срочно, отработали, служили офицерами. Эти 25 дней надо быть в Минске, подготовиться к параду. Это, скажем так, честь. Я уверен, что Светлогорцы, Октябрьский район достойно представят наш регион. Завтрашнего дня, не кальки тыдня, они будут жить по уставе. Однако, все ж таки, режим крыху послабленный у одрознений от звычайного солдатского. Проставники территориальных войск в Гомельской области пройдут тактичную и боевую подрыхтовку. Головный акцент, зрозумело, будет нададен и строевой. Основной целью сбора является восстановление утраченных знаний военнослужащих территориальных войск, совершенствование знаний командиров подразделений частей территориальных войск при выполнении задач подразделениями по предназначению. Судя по подготовке по отбору личного состава, вопросов быть у нас никаких, в принципе, не должно. Задачей справимся, по-другому быть не может. Перед отправкой в Минск проходит огульный сход. Натхняльные слова гучать от представников улады и духовенства. Тем, кто пройдет сборы, выпала гоноровая миссия – представлять регион. Узнашались колонну Гомельской области в составе 200 человек Дмитрий Олейников, старшиня Светлогорска Гараевы Конкама. Дмитрий Котов, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель» со Светлогорска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова